Вас приветствует Киев. В эфире новость из Украины. В студии Дарья Пиццул с последними событиями к этому часу. Эскалация ситуации на Донбассе. Четверо украинских военных погибли. Семеро получили ранения в результате активизации действий противника сегодня. Еще один боец попал в плен. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, кремлевские наемники накрыли Красногоровку мощным огнем из минометов, ствольной артиллерии, танков и установки град-партизан. Под обстрел попали позиции защитников Украины, а также жилые кварталы города. Были попытки наступления боевиков возле Красногоровки, но ответный огонь украинских военных остановил атаку врага. Еще четверо украинских военных погибли накануне. Трое получили ранения. В частности, в Новотошковском подорвались на мине шесть бойцов. Трое насмерть. Трое ранены. Один погиб при обстреле Марьинки. В целом за сутки в Минобороны зафиксировали 21 обстрел со стороны боевиков. На Луганском направлении террористы использовали БМП и гранатометы по Новозвановке и станице Луганской. Неспокойные на Донецком рубеже под вражеским отстрелом оказались позиции вооруженных сил Украины возле Авдеевки и Песков. Украинские военные вынуждены были вести ответный огонь. На Мариупольском направлении боевики били из минометов по Красногоровке. Из легкого вооружения обстреляли Гнутова, Маринку и Павлополь. Украинская делегация призывает ООН своевременно реагировать на конфликты в мире для их локализации и предотвращения роста насилия. Об этом в среду на заседании Совета безопасности ООН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Скорость реагирования ООН в предотвращении конфликтов имеет критическое значение, отметил Кислица в ходе дискуссий о мире и безопасности в африканском регионе. В частности, представитель Украины подчеркнул, в 1994 году ООН не смогла предотвратить геноцид в Руанде. А 20 лет спустя Совбез и Генсек ООН не предприняли ничего, чтобы остановить российскую агрессию на востоке Украины и аннексию Крыма. Годовщина гибели в Киеве чтят память известного журналиста Павла Шеремета. За время своей карьеры он успел поработать в трех странах – родной Белоруссии, России и Украине. И власти каждой Павел неоднократно критиковал. Погиб в Киеве в результате подрыва автомобиля. Ровно год назад, утром 20 июля 2016-го, в центре Киева, на перекрестке двух улиц, произошел взрыв. Взорвался автомобиль, оборвалась жизнь Павла Шеремета. Он был известным белорусским, российским и украинским журналистом. Работал на телевидении, радио и в периодических изданиях. Журналистское сообщество потеряло не просто коллегу, а своего ярого защитника. Родился и вырос Павел Шеремет в Белоруссии. Как он говорил, с образованием банкира в журналистику пришел случайно. Профессию полюбил. Служил ей честно и мужественно до самого последнего своего дня. Работал на белорусском телевидении. Из-за конфликта с режимом президента Лукашенко, арестов и осуждения к условному сроку, переехал в Россию. Там был руководителем отдела специальных информационных проектов телеканала ОРТ, ведущим новостей программы «Время». Сам журналист оценивал эту работу как негативный профессиональный опыт. Надеюсь, что вы все проснулись бодрые, отдохнувшие, веселые. Хотя у нас очень много и невеселых сегодня будет тем. Последние несколько лет до убийства он жил в Украине. Работал журналистом в «Украинской правде» и ведущим на радио и телевидении. Выступал против аннексии Крыма России и военной агрессии на востоке Украины. Абсолютно убежден, что глобальные планы Путина – это уничтожение Украины. Но я абсолютно считаю неприемлемым паникерские настроения и возбуждение вот этого страха перед надвигающейся какой-то угрозой. Шеремет также автор нескольких документальных фильмов о преследовании белорусской оппозиции и чеченской войне, а также нескольких книг, в частности, о режиме Александра Лукашенко и об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Несмотря на угрозы в свой адрес и нападения, пережитые им за время профессиональной карьеры, Шеремет не боялся критиковать властные структуры, за что и был награжден в 1998-м международной премией «Свободы прессы». Есть выражение, по которому он жил всю жизнь. Сила не в силе, сила в правде. Часто нужен совет, но нет. И когда я умру, не вру. Быть хочу там, где ты. Мечты. Зазвонить телефон, не он, не сберег его бог, не смог. Послы стран Большой Семерки призвали расследовать убийство Павла Шеремета и наказать виновных. Их заявление опубликовано на сайте посольства Италии в Украине. Дипломаты отметили, они продолжают поддерживать свободу СМИ в Украине и подчеркивают важную роль независимой прессы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал страны-члены организации сделать все возможное, чтобы положить конец безнаказанности за нападение и убийство журналистов. Эффект децентрализации. За два года после проведения соответствующей реформы местные бюджеты выросли на 4 миллиарда долларов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Также он добавил, что при правильном использовании потенциала Украины в ближайшие 10 лет наша страна станет сильной и экономически успешной. Без соответствующего уровня развития местного самоуправления, а это означает местную инициативу, невозможно построить успешную страну. Никогда централизованное государство не будет успешным, потому что оно угнетает инициативу. Инициативу, которая должна рождаться снизу. Наш опыт децентрализации показал, что мы на правильном пути развития. Декларация Юлии Тимошенко. Нац. Агентство по предотвращению коррупции на основании информации Генпрокуратуры начало проверку электронных деклараций Нардепа за 2015-2016 годы. На процедуру уйдет 60 дней, но в случае необходимости срок могут продлить еще на 30 дней. Напомню, Юлия Тимошенко задекларировала за 2015 год около 3000 долларов дохода, а в 2016 году Нардеп заработала в 10 раз больше, свыше 30 тысяч. Украинский крылатый пожарный Ан-32. Вторые сутки помогает бороться с огненной стихией в Черногории. Накануне самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям осуществил 9 вылетов, в ходе которых на очаги возгорания вблизи города Тиват было сброшено почти 100 тонн воды. Масштабные лесные пожары в Черногории не прекращаются с прошлой недели. В результате длительной жары, сильных порывов ветра и отсутствия дождей огонь очень быстро распространяется и приближается к курортным городам на побережье Адриатического моря. Были эвакуированы сотни туристов. Напомню, между Украиной и Черногорией действует соглашение о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф. Сегодня мир отмечает вкусный и интересный праздник – Международный день торта. Этот день призван напомнить о дружбе и мире. Праздник объединяет людей разных национальностей и сословий. Его девиз – «I cake you», что в свободном переводе означает «Я приду к тебе с тортом». Торт – символ дружелюбия. Впервые праздник был организован людьми творческих профессий. Их объединило Миланское королевство любви – некоммерческая организация, состоящая из художников, музыкантов, кулинаров и дизайнеров. День торта посвящен решению культурных, гуманитарных и миротворческих вопросов. Украина присоединилась к празднованию в 2011 году. Как минимум, это вкусно и красиво. Сегодня день торта отмечают в более чем 20 странах. Каждый год праздник посвящен определенной тематике. В этом году это «Сад любви». Кондитеры-декораторы посвятили свои сладкие творения цветам и ягодам. Когда мы празднуем такой праздник, у мастеров появляется возможность проявить себя, сделать что-то необычное. То есть показать, что вот мы это и мы это тоже умеем делать. Существует версия, что первый торт создали итальянцы 2000 лет назад. Однако законодателями моды в мире десертов стали французы. Есть слоеные изделия, круассаны, улитки. То есть это все, что как раз на прилавках французских баланжери. В том числе эклеры, например, тарталетки, ягодные. То есть это все как бы классика французская. Татьяна руководит пекарней кондитерской около полугода. Она уверена, будущее рынка в Украине именно за небольшими частными кафе, предлагающими десерты, ручной работы. Приходят к нам, говорят, о, ваши эклеры очень вкусные, самые вкусные, мы таких раньше не ели. Но также им уже не прокатит, если ты им дашь что-то такое более-менее. То есть нужно держать высокий уровень. К вид к арт-кондитер в ее обязанности входит разработка десертов и создание новых вкусов. Арт-кондитеру приходится следить за тенденциями, следить за модой. То есть фактически в кондитерском искусстве есть такая же мода, как и в одежде, в дизайне, в любом. Но если профессионалы торопятся за модными тенденциями, то их клиенты консервативны, говорит Квитко. Уже много лет украинские потребители остаются верен французской и американской кондитерским школам. Американская – это более классические бисквитные торты с кремом, с масляным кремом. Это то, что больше люди знают у нас. А европейские торты – это муссовые торты, торты в глазури. То есть это то, что пришло не так давно, но это полюбилось, потому что это необычно, но при этом это понятно. Кроме того, отмечают кондитер, в Украине растет популярность индивидуального производства тортов. Ведь этот десерт может быть прекрасным подарком к любому празднику. Анна Волошина получила свою четвертую бронзовую медаль в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Вместе с Елизаветой Яхно они заняли третье место в произвольной программе дуэтов. Ранее Волошина добыла бронзу в произвольных сольной и технической программах и в технической программе дуэтов, также с Елизаветой Яхно. На сегодняшний день у сборной Украины всего пять бронзовых наград. Еще одну медаль такой пробы завоевали прыгуны в воду Илья Кваша и Олег Колодей на триметровом трамплине. На этом пока вся информация к этому часу. Больше смотрите уже в следующем выпуске в 21.00. Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok